Третий том добротолюбия, страница 387, преподобного Феогноста о деятельной и созерцательной жизни, 38-е. Ибо Господь всеблаги и всякой чистоты превыше сущей, не благоволит внутренне являться нечистому. Как не достоин его более его любящий отца и матери или дочь и сына, так не достоин его и тот, кто любви к нему предпочитает что-нибудь временное и вещественное, и тем более этот мерзкий и смрадный грех. От того, кто не отвращается от всей нечистоты, отвращается Бог, так как нетление не наследует нетление. Божественной любви без ведения не сподобишься, и ведение без веры. Веру же, разумею, не просто ногую, но порождаемую деланием добродетелей. Истинное же сокрушение тогда улучишь, когда воздержанием, бдением, молитвой и смирением, Иссушив сросшуюся с плотью твоей сласть похотную, сораспнешься Господу Иисусу и не будешь уже жить страстно, а начнешь жить духом, сообразуясь с надеждой вышнего звания и избрания. Сорок. В этом познах, что восхотел меня вопиед к Богу пророк, что не возрадуется враг мой о мне. До конца тиране и бесчести меня страстями. Псалом 40, 12. Но прежде конца исхите меня из рук его, и дав мне пожить духовно по благоугодному тебе. Благоволи по блаженной кончине спасенным представить меня твоему престолу, и отзде несущим залог спасения по милости твоей, и несомненное в нем удостоверение. Так как обрестись в час исхода неготовым и трепещущим, я почитаю бедствием невыносимым, горчайшим и злейшим самой смерти и ада. Не простое и не случайное какое дело – вера и надежда. Но вера требует души твердой, а надежда – нрава и сердца правого. К тому же, кто легко поверит невидимому без благодати, и кто возымеет надежду о будущем неявном, если не имел какого-либо правого опыта дарований Господа, из которых мог бы он получить удостоверение и о будущем, как о настоящем. В обеих сих добродетелях требуется и сила нашей воли, и мановения, и помощь Божия, которых, когда нет, тщетен труд наш. По рождениям истинной добродетели бывает или ведение, или бесстрастие, или то и другое вместе. Почему, если бы кто тщетно стал искать в нас этого, то было бы не ложно, что добродетель наша есть только кажущаяся добродетель, а не истинная? Ибо если бы она не была таковой, то была бы богатой плодами, а не одними листьями. Таким образом, побуждаем мы на добро или человекоугодием, или самоугодием, или другим, чем неугодным Богу, лжив и небоголюбив. Но если мы исправим побудительную причину, то, несомненно, достигнем совершенства в истинной добродетели, которая в свое время и в должной мере принесет нам и ведение, и бесстрастие благодати всеблагого Бога нашего. Уразумевая умышление врага просвещением благодати и повергая себя перед лицем Бога, со слезами исповедуй немощность свою, ни во что вменяя себя, хотя обольститель наше внушает думать, что мы нечто. Не ищи преподания тебе дарования, если они не способствуют спасению и сохранению смиренно мудрия. Ищи же ненадымающего знания, как причины боговедения, и того, чтобы не быть до конца насилуемым страстями, как тиранами, и разрешиться от плоти в бесстрастии, или, по крайней мере, в болезновании о прегрешениях. Как нельзя взлететь ввысь без крыльев, так и нельзя улучить и уповаемого безнесомненного удостоверения в том еще отзде. Удостоверение же это порождается из смирения, или от благодати Святого Духа в тех, которые совершенно благоугодили Богу, которым, конечно, свойственно и бесстрастие, или отчасти, или совершенно, смотря по мере их Богу угождение и очищение. Те же, которые в ином виде исходят из тела, как в зиму страстей или в субботу, то есть без дел добродетели, подлежат суду и истязанию во время воздаяния. Спасаемый даром, благодари Спасителя Бога. Если же желаешь и дары принести Ему, принеси благодарно от вдовствующей души своей две лепты, смирение, разумея, и любовь. И Он примет их, что добре ведаю. Более многого богатства добрых дел, ввергаемых многими в сокровищницу спасения. Если же ты, как Лазарь, имеешь нужду в оживлении, умерши от страстей, эти же самые добродетели, как родных сестер, предпосли ходатайцами перед ним, и всеконечно получишь искомое. Исправляя, как должно, деятельную сторону добродетельной жизни, через это одно не можешь ты достигнуть пристани бесстрастия, так, чтобы чисто и непарительно мог молиться. Если в то же время ума Твоего не будут обымать духовное созверцание и просветительного ведения и познания сущего, которыми, окрыляясь и просвещаясь, стремительно возвышался бы Он горе, в истинности, целой любовью и дышащей молитве, к родственным Ему светам, высшим, высшим невещественных чинов, а от них, сколько доступно, к великому возносился бы свету, к тресолнечной Богоначальной Троице. Не будем мы наказаны в будущем веке за то, что грешили, и не будем осуждены по этой причине, получив естество изменчивое и непостоянное, но за то, что согрешив, не покаялись и не обратились от злого пути к Господу, получив власть и время, имея на покаяние. Бог благ и милосерд к кающимся, хотя изображается Он угрожающим и гневающимся, но это на зло и грех, а не на нас, которых всегда готов принять, коль скоро увидит слезу сокрушения на лице нашем. Да и вообще Он бывает таков к нам, каковы дела и расположения наши, каждому воздавая по достоинству его жизни. 48. Когда случайно пошатнешься в добром стоянии, не трепещи, а выпрямись поскорее, спеши возвратиться к прежнему благоустроению, печалию, жалением, самоукорением и слез довольным излиянием в сокрушении духа, в силу которых, исшедшие из случившегося падения, войдешь в лоно спасительного радования, полагая в сердце вперед твердо стоять, чтобы опять прогневив судью, не иметь нужды в слезах и сокрушении в очищении, ибо если здесь этого не будет, то всеконечно в будущем не миновать нам мук достойных. О священстве! 49. Опять у нас слово о причесном священстве. Какого ангельского устроения и какой чистоты требует оно, а по принятии его еще больше, чем прежней твердости и целомудрия, ибо если не чистое сколько-нибудь следует очищать, то чистое как допускать до сквернения? Иначе если свету попустим оморочиться и к масти благовонной примешаем, что зловонное, то имеем наследовать, увы, и пагубу, как светотатцы, подобно анании сапфири. 50. Если и кажется тебе, что ты из сосуда погибельного и непотребного, достойно вступил в ангельский божественный чин священства ради малой некой чистоты, став сосудом избрания благоприятным Господу по апостолу, то все же всеусердно блюди незапятнанную честь, которой ты исподобился. Храни божественный дар, как зеницу ока, чтобы, причастившись без должного внимания, не быть с высоты незринутой в бездну, из которой трудно будет тебе найти выход. Как муж разумный, разумей, что когда Бог есть оправдывающий, то кто будет осуждать? И если бы в признан вступил ты в благодатный, примирный чин божественного священства, нечего тебе беспокоить о прошедшей жизни, если и тебе и запятнадцать случилось, но тотчас же с Божьей помощью очиститься и исправиться. Но после этого первой заботы, внимательной и трезвенной, да будет у тебя не омрачать благодати этой, чтобы, если кто неразумный и будет осуждать рукоположение твое в священство по причине прежних твоих дел, услышал он во вразумление божественный глаз, взывающий, что Бог очистил того, не почитай нечистым. Легок чин священства и благо иго его, но лишь тому, кто вместе с тем, как приемлет его, начинает и исправлять его, как должно. Если не было покушения получить благодать божественного духа в куплею, если же человеческим исканием и тленным даром мниться купленным неподкупное и непродажное, то как звание при этом было не свыше, так и бремя это будет очень тяжко, как носимое неподостоинство и выше сил, и иго это жестко стирать будет в шею и сокрушать силу влекущего его, пока не истощит и не измождит его в конец, если не сложит. Дерзновенно подшедши под игость священства, право твори пути свои, право правь слово истины со страхом и трепетом содеевая через то свое спасение. Ибо Бог наш есть огонь поедающий, если ты коснешься его, как злато или серебро, то не бойся пожжения, как вавилонские отроки в пищи, если ты травяной и тростниковый из удобовозгорающегося вещества, так как земная, мудрствующий, то бойся, чтобы не выйти пожжену небесным огнем, если не убежишь от гнева, как лод, воздержанием от страшных тайн, или не поспешишь омыться в слезах покаяния. Только осырившись водой слезной, ты станешь неопалим и неуязвим для огня правды, как некогда слабое растение купины. В таком случае я не знаю, есть ли какой из грехов, на которые мы так скоры по немощи своей, который не был бы изглаждаем божественным огнем в служении, совершаемым с полной чистотою или действенным очищением, не осилив же отстать и очистить от страстного расположения по причине долговременной привычки. Как дерзаешь ты, окаянный, касаться того, что и для ангелов неприкосновенно! Итак, или вострепещи и воздержись от божественного священодействия и тему милостиви правду Божию, или, как бесчувственный и неисправимый, попускай себе впасть в руки Бога Живого, который не пощадит тебя человеколюбно, но накажет немилосердно за то, что ты бесстыдно дерзаешь приступать к царской брачной вечери, с душой оскверненной и в рубищах, когда ты недостоин даже входа в царский чертог, а не только возлежания на его вечере. Знал я одного из освященных, который дерзал приступать к божественному тайнодействию недостойно по причине блудной, владевшей им страсти. Впал он за это в тяжкую и неизлечимую болезнь и приближался уже к смерти. Поскольку таким образом все, сделав для уврачевания своей болезни, не успел он немало, и болезнь не только продолжалась, но еще усиливалась, то, пришедший в чувство и сознав, что умирает по причине недостойного литургисания, дал он всклятвою обет, что не приступит более никогда к священно действию. За словом этим тотчас последовало и урочевание болезни, так что и следа ее никакого не осталось. Блистателен чин священства и священное облачение, но если посвященное имеет при этом внутри и душу блестящую чистотою, когда же у нас сквернится с беспечностью и совесть, свидетельствующая о срамоте этой, презирается, тогда свет становится тьмою, виновницей вечного мрака и огня, если оставя путь этот стремнистый по обе стороны, не изберет он другого, жизнедобродетельный со смирением, безбедно ведущий в Царствие Божие. Получение спасения достигается добродетелью и в низком состоянии, а не досточестным священством, требующим и жития равноангельного. И так, или будь бесстрастен по-ангельски, как бы вне мира и плоти сущим удрованием, и таким образом вступи на эту небесную лестницу, или, сознав свою немощь, устрашись высоты, угрожающей падением великим для неисправимых, и емлись за жизнь общую большинству, не меньше, однако, что и особой приводящей к Богу и присвояющей Ему, в которой, если и пасть тебе случится, удобнее для тебя восстать покаянием, благодатью всемилостивого Бога нашего. Плоть и кровь Царствие Божие не наследуют, но ты, причащаясь к плоти и крови Бога, и бываешь сотелесен Ему и сорастворен с кровью Его, почему имеешь уже внутрь себя Царство Небесное? Как же осаждаем бываешь ты страстьми плоти и крови? Боюсь, что не прибудет в тебе Дух Божий, как с плотянам, и в час суда рассечен ты будешь пополам, тогда возьмут от тебя всечестное священство, как от недостойного такой благодати, и отошлют тебя на вечное мучение в ад. Будто страха Божия нет пред очами твоими, что ты, кажется, маловажным неким почитаешь недостойное священодействование, прельщаем, бывая самолюбием, полагающим тебе, что божество благо. На этом почивали некогда до фана Аверон, пока не поглотила их земля. Ужаснись того же и ты, истинно убоясь страха, где нет страха. Держи в мысли, сколь велико дело есть священно действование, и или достойно и чисто, чтобы не сказать равнаангельно, пользуйся властью божественного священства, или отступи от этого страшного служения, как человек разумный, чтобы иначе не брежничая ныне в этом деле и совесть свою обличающую тебя, обманывая софизмами. Некогда, когда все будет праворассуждено и осуждено, не возопил ты состинанием, страх его же ужасахся, приидими, и его же бояхся сретимя. Иов 3.25.60 Трезвенно и болезненно, во-первых, о себе самом приноси с сокрушением и слезами мира спасительную священную жертву в очищение. Ибо кто так, как ты, поболезнует о тебе и станет приносить о тебе жертву, когда умрешь? Почему, прозревая имеющая быть, как бы уже похороненного, поминай себя в ходатайство о спасении твоем, предлагая Богу эти святые дары на трапезе, воспоминая его вольное здесь и человеколюбивое заколение? Какое несказанное и невыразимое утешение, когда душа с уверенностью во спасение отделяется от тела, слагая его как одежду. Ибо как бы во обладании сущеуповаемых благ она оставляет его беспечально, миром идя к ангелу, свыше сходящему к ней с радостью и весельем. И вместе с ним, беспрепятственно проходя воздушное пространство, никакому не подвергаясь нападению со стороны духа в злобу, но в радости восходя с дерзновением и благодарными возгласами, пока достигнем поклонения Творцу, и там получит определение быть помещенной в сонми подобных ей и равных в добродетели до общего воскресения. Странное, скажу тебе слово, но не дивись, если не достигнешь бесстрастия по причине, может быть, тиранских предрасположений, то, находясь во время исхода в глубоких чувствах смирения, ничем не меньше бесстрастного вознесешься на облаках. Ибо пусть сокровища бесстрастных составлено бывает из всякой добродетели, но драгоценный камень смирения более всех их досточестен и высок, и стяжавшему его доставляет не только умилостивление перед Богом, но и вход вместе с избранными в брачный чертог царствия его. «Приемли от Бога оставление прегрешений, славь его, что не помня твоего зла, не отмщает тебе за него, и всеусильно охраняя себя от произвольных падений. Ибо хотя и в них возможно получать прощение всякий день до самой смерти, но ты оказываешься неблагодарным, если так легко и в зедении согрешаешь». Впрочем, если камнем благонадежие отогнав пса отчаяния, будешь неотступно и терпеливо умолять благость Божию, то простятся тебе многие грехи, чтобы и ты возлюбил много благоутробного и приблагого в веки грядущем. Когда по действию божественной благодати предстанешь ты перед Богом в молитве со слезами, «Поди ниц, крестообразно простершись на земле, и ударяя головою, проси отпущение от зде, как освобождение от пления и избавление от искушений, но не как тебе желательно, но как, когда и где, благоизволит Бог, желая изытий, и даже с любовью готовность изъявляй, соизытий вместе с тими слезами ко Господу в глубоком смирении, чтобы утолить пламень желания своего и искания. Но соглашайся потерпеть и отсрочку в настоящее время, если Бог прозревает нечто лучшее. А одного только настоятельно и неотступно ищи, чтобы не отпасть от Бога, чего для этого не делая, чего не говоря, чего не намеревая и чего не предпринимая. Будучи платоносцем, не покушайся исследовать мысленного и духовного, как оно есть, хотя умность души твоей располагает тебя к этому, когда бывает чиста. Ибо пока не телесная душа, держимая в узах плоти и крови, не отрешится от этой дебелости и не станет быть умными силами, да то ли не может, как должно помышлять о ней и понимать их. Итак, предуготовляясь, изытие из своей связи вещественной, как из второй матерни утробы, мрачной, в невещественное, то и светлое существование, благодушистую, славя благодетеля своего, переводящего нас через смерть к чаемому нами лучшему бытию, непрестанно трезвенству и бодрству и по причине окрестно сходящих нечистых демонов, всегда наветующих против нашего благобытия и пету нашу коварно блюдущих до самого конца жизни и до самого исхода своего трепещи за себя по причине безвестности будущего, как созданный превратным и изменчивым по самовластию своему. Враг тогда встречает нас жестокими и страшными искушениями, когда почует, что душа вступила в высшие меры добродетели, свидетельствует, сажая это, словами молитвы и возвышением ее над вещественной двоицей плоти и чувств. И тогда человеконенавистник так злобно искушает, что нам приходится даже в жизни отчаиваться. Но не знает он сует, никаких благ бывает для нас виновником, делая нас через терпение более опытными и светлые нам сплетая венцы. Нет другого столь великого подвига, как подвиг целомудрия и девственности. Честно, хранящее безбрачие, составляет предмет удивления для ангелов и увенчивается не менее мучеников. Ибо от того, кто, будучи связан плоти и кровью, всегда старается подражать безвещественности бесплотных посредством чистоты, сколько требуется трудов и потов. И воистину, столь велико и высоко это дело, что было бы невозможным, как вышеестественное, если бы Бог свыше не являл своего заступления, укрепляя и утверждая немощное и бренное естество, и неким образом от земли восставляя его божественной любовью и упованием обетованных воздаяний. Усыренное многопитанием, многоспанием, плоть — великая препона целомудрию. Истинное же целомудрие и в сонных мечтаниях пребывает неподвижным. Ибо если ум во сне услаждается ими, то это служит признаком, что он носит во глубине болезнь всей страсти. Если же благодати Божией сподобится он во сне беседовать с Богом, то явно, что он пребывает для этой страсти неприкосновен, почему и во всякое время бывает души и тела бодренным стражем. Души и тела бодренным стражем, держа их в мирном между собой устроении, и как пес некий, бодрствуя над ними по причине злокозненных волков, и через то избегая хищничества. 69. Странное, скажу тебе, слово, но не дивись. Есть некое сокровенное таинство между Богом и душой совершающиеся. Бывает же это с теми, которая достигает высших мер совершенной чистоты, любви и веры, когда человек, совершенно изменившись, соединяется с Богом, как свой ему, непрестанную молитвою и созерцанием. На сей находясь степени, Илья заключает небо на бездожде и небесным огнем попаляет жертву. Моисей пересекает море и воздеянием рук обращает в бегство Амалика, и она избавляется от кита и глубины морской. Ибо нуждение некое бывает при этом для человеколюбивейшего Бога, в меру, однако, того, как это с его волею согласно. Сподобившийся этого, хотя и плотью обложен, но превзошел меру тления и смертности, как обыкновенный сон, приемля смерть, к его утешению, пересылающий его к тому, чего всегда чаял он. О священстве! Благоговея перед владычными страстями, перед истощанием за нас Бога Слова, а также и преджертвой и с растворением в нас животворящего и божественного тела и крови, коих не только причастия, но и священно совершения сподобляемся мы. Смиряй себя, как овча заколения, почитая всех воистину превосходящими тебя, и всячески блюдись, как бы не уязвить чей-либо совести. Без очищения же себя не дерзай прикасать от святых тайн, чтобы не по жену быть, как сено божественным огнем и как воск растаев не разлиться. И воистину, если будешь, как должно совершать это божественное, всечестное и страшное священодействие, и совесть ни в чем не будет укорять тебя, то ни в чем другом не обретешь ты столь удостоверительного упования спасения, как в нем, ибо от него получится тобою благо более всякого другого делания и созерцания. Если же не так, то и сам смотри, что это значит. И все, конечно, лучше по сознанию своей немощи отказаться от высокого чина священства, нежели сознанием своего недостоинства и нечистоты, принять его и носить и показывать для многих высоким быть на деле по недостоинству, подобным трупу, достойным плача. Служение честного священства и его умилостивления Бога и неотступное за всех перед ним ходатайство столько превосходит всякое псалмопение и молитву, сколько солнца звезды, ибо самого единородного приносим мы в жертву его по человеколюбию, даром заклавшегося за грешников, предлагая мы приводим в умоление не только об оставлении грехов, но и о даровании всего, в чем имеем нужду и о чем молимся. И тело, с божеством соединенное, как некий уголь, попаляет всякое беззаконие, и сердца просвещает с верой приступающих. Равным образом и божественная, и всечестная кровь, боли всякого и ссо, помывает ощущать всякую нечистоту и скверну тех, которые дерзают приступать к святым тайнам со всевозможным сокрушением и уповательным умилением, где можно получить что-либо такое. Невознесшееся на небеса тело Богослова, как сказал некто из святых, с небес сошедшее приносится в жертву, но самое хлеб и самое вино прилагается в тело и кровь Христову при совершении с верою, страхом, любовью и благоговением божественного таинства, удостоенными честного священства, в коем таинстве совершается это применение одного в другое действием и наитием Всесвятого Духа. Какая же чистота и святость требуется от Иерея, касающегося божественного тела, и какое дерзновение, когда он должен являться посредником между Богом и людьми, имея с молитвенниками себе сопресвятою Матерью, Богоматерью, небесные ангельские чины и всех от века святых, мне кажется, ангельские или архангельские, ибо пасану следует быть и качеством. 74. Заметить тебе надлежит, братья, что святые дары, имеющие быть священными, для того принадлежат открытыми после символа веры, что они неким образом как бы молятся о приносящих и вопиют неизрекаемыми глазами к живущим на небесах, да не презрит их, но да презрит на них, воспоминая вольное за грешников истощание Сына Своего, его неизреченное схождение и человеколюбивое заклание, ибо неправедным нам даровал Он через Свои страдания, искупления и спасения, но падших нас помиловал и восставил, как благи и незлобивы. 75. Хотя, счастья очистой, с Богом невещественно соединяющей невещественный ум молитве и достиг ты уже того, что, как в зеркале видишь, имеющую встретить тебя после конца здешней жизни участь, как приявший залог Духа и Царствие Небесное внутри стяжавший, всем чувством с полным удостоверением, при всем том не допусти себя разрешиться от плоти без предузнания смерти, но усердно молись об этом и внутренне, благонадежен будь улучить сие, если будет благоугодно Богу и полезно тебе перед исходом, коему и уготовляй себя денно, ночно, отрывая всякую боязливость, как бы прошедшее воздушное пространство, избежав духов злобы. Дерзновенно и небоязненно был ты уже в небесных областях, споставляемый с ангельскими чинами и сопричисляемый к избранным от века праведникам, и Бога зря сколько сие доступно, или всячески зря благо от него нам уготованное, и Бога, слово созерцая лучами своими, освящающего все пренебесное, поклоняемого единым с причистой плоти Своей поклонением вместе с Отцом и Святым Духом от всех небесных сил и святых всех. Аминь. Преподобный Филофей Синайский. Краткое сведение о нем. Преподобный отец наш Филофей был игуменом словесного монашеского стада, что на Синае, и получил от того прозвание Синайского. В какое время он жил и когда скончался, неизвестно. Настоящее, разделенное на 40 глав его слово, прекрасно составленное, исполненное и сказать нельзя, коль великой духовной мудрости и душеспасительности.